Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю освещать тему Woodmart. Это урок 48. В этом видео поговорим более детально про макеты. Ранее я уже немножко касался этих настроек. В этом видео более подробно об этом. Итак, что такое макеты? Вы здесь можете перейти и видеть все макеты вкладки, карточка товара. Здесь я что-то уже делал. То есть карточка товара. Это любой товар в раскрытом виде. Вот так. То есть мы с вами уже в Woodmart привыкли видеть, можно сказать, однотипное отображение, карточки товара и других страниц. Да, мы можем здесь добавить разные плюшки, но в целом остается все одинаково. Так вот, для тех, кто не знал, каждую из этих страниц, будь то карточка, будь то архив, то есть вот у нас архив товаров, если перейдем. Здесь пока ничего нет. То есть вот архив. Вот эту страницу тоже можно кастомизировать. И более того, можно кастомизировать, давайте положим товар, оформить заказ, корзину и вот эту страницу, да, которая, казалось бы, она вот у всех одинаковая здесь. Ее мы и будем сейчас рассматривать. То есть это у нас, вот есть страница заказа и оформить заказ. И здесь у нас делится все на два этапа. Мы можем взять готовый макет, причем их несколько вариантов на выбор, чтобы сразу поставить какой-то здесь макет, отличающийся от стандартного вот этого макета, и поднастроить его. Либо вообще с нуля собрать страницу оформления заказа, или страницу архивов товаров, или карточку товара вообще собрать с нуля. Нам Woodmart предлагает виджеты в Elementor, за счет которых мы можем оформлять, кастомизировать все эти страницы. И мы можем до неузнаваемости изменить все эти страницы, что визуально никто вам не скажет, что это Woodmart шаблон. Он будет выглядеть просто, ну, по-другому, так как вы это захотите. И вот смотрите, оформить заказ, допустим, да, начнем с этого. Я нажимаю добавить. Я сразу вижу предварительный просмотр макета. Могу выбрать его. Ну, не могу, конечно, увеличить, чтобы предпросмотр сделать, да. Но мы сейчас посмотрим несколько вариантов. Они уже отличаются. Но перед выбором макета, здесь тип макета у нас стоит, форму оформления заказа оставляем. Здесь можете переименовать. Ну, пускай будет страница Checkout, это и есть оформить заказ. Можно, наверное, на русском написать. Для вас это фигурировать на сайте не будет. И давайте вот, где шаги у нас есть, вот я его выбираю и нажимаю создать. У меня сразу открывается Elementor. Вы сразу видите родные уже стандартные колоночки. Здесь, естественно, вот вы переходите, вот единичка, то есть тут разбито по шагам. Первый шаг. Текст на английском вот здесь меняется. Здесь, ну, уже понятно, что отредактировать сможете самостоятельно. Здесь поля у нас это редактировать детали, редактировать детали платежа. Особо настроек нет. Выравнивание там только вот можно, верхние строчки сделать, да. Расширенные тут, ну, то есть это штатные опции. Вот эти настройки, естественно, мы, если отключать поля, включать поля заполнения, это уже мы делаем другим плагином. Вудмар такого не умеет. Но какие-то моменты, то есть вы уже взяли готовый макет, вы просто его меняете под себя. Понятно, как это все меняется. Мы нажмем сохранить. Теперь мы выйдем. Если мы зайдем обратно в макеты, вот она, Checkout. Если вдруг поменять там на русский, можно, да, снять с публикации. То есть можно просто вот так вот снять публикации, и вы увидите обратно старый вариант оформления. Вот так опять мы его включаем. То есть вот сейчас у нас это включено. Мы пойдем на сайт. Обновимся. Обновил страницу Checkout, и я вижу абсолютно, ну, то есть другую страницу, которую я выбрал. Ну, она, конечно, не очень симпатична. Это просто пример. Можно удалить этот макет. Давайте удалим этот макет, оставаясь на этой же оформлении заказа. Во-первых, вот если вот такой вариант выбрать, да, то есть отсюда можно вот эти страницы авторизации. Это оформить заказ у нас тут называется. Ну, отсюда выглядит как авторизация на сайте. И вот это то, что вы уже видели. Ну, какой-то может быть другой вариант. Вот в одну колонку вот этот вариант. Он достаточно симпатично смотрится. Вот он у нас также подгрузился. И все то же самое, просто в одну колонку. И если мы посмотрим, опять же, на карандаш, то это, видите, у нас виджет редактировать обзор заказов. То есть это все виджеты. Ну, давайте пока что посмотрим с готовым макетом. Обновимся. Вот у нас сразу абсолютно другой макет. И он уже отличается. То есть тут в одну вот колоночку сделано. Давайте посмотрим на примере карточки товара. То же самое здесь все. Нажимаю добавить. Здесь единственное у нас больше готовых макетов, которые мы можем выбрать. То, что нам нравится. Но сначала можете переименовать здесь название макета на свое. Здесь уже состояние включено-выключено. И здесь уже есть некие условия. Потому что вы можете сделать так, чтобы, допустим, какая-то серия товаров, категория товаров будет с одним макетом. Другая серия из категории будет с другим макетом. И так далее. Сколько угодно. Если такая есть потребность. То есть сначала разберемся сверху. То есть если мы делаем просто для всех товаров одинаковые карточки, которые мы выберем ниже из предложенных вариантов, тогда мы выбираем все продукты. Но мы можем выбрать по ID просмотрам и просто для каких-то определенных товаров. Вот так вот. То есть ID простого продукта. То есть получается один какой-то товар. Я могу для одного единственного товара сделать. Вот категория продуктов. 18 ID, 17 ID для категории продукта. Если надо, допустим, для одной категории часы. Потом я выберу макет. Но я могу добавить условия. Также включить. Дальше тоже категория продуктов. Еще какая-то категория, к примеру. То есть я могу условий разных добавлять здесь, как только мне это требуется. И вот они все варианты, где мы можем вывести макет. Здесь просто надо уже выбирать, смотреть, где что подходит. Пускай начнем с простого. Вот у нас пускай будет для всех продуктов. Вот нам остается выбрать какой-то макет. Я, допустим, возьму вот этот макет. Я могу здесь даже сделать предпросмотр, чтобы посмотреть. Посмотрите отличия. Здесь рамочка добавлена, допустим, вокруг корзины. Здесь добавлены какие-то постоянные вот эти моменты, что там 24 на 7. Это будет подставляться ко всем товарам. Я часто такое вижу в магазинах. Вот эта вот быстрая доставка, там это все. Вот, допустим, мне нравится эта карточка. Она готовая, но она отличается от нашего старого варианта. Теперь я просто ее выделил, по ней нажал и нажимаю создать. Вот у нас это теперь видно через Elementor. Вот эти моменты, где на английском языке вы видите, это просто редактируется. Меняется там иконка, меняется содержимое на русский. Вот переименовывается каждого тут элемента. И вы можете видеть вот иконки. Это и есть виджеты к Elementor от темы Woodmore, за счет которых мы можем... То есть это у нас получается краткое описание продукта. Вот этим виджетом выводится. Там по центру, не по центру, какие-то настройки здесь также имеются. Давайте мы сохранимся и посмотрим на сайт. Карточка товара у меня открыта. Вот, и она тут, естественно, у меня немножко не вмещается. Надо тут поиграться, будет с отступами, там с колоночками. Что-то меняется. Ну, то есть дизайн, естественно, поменялся абсолютно. Но вы можете до неузнаваемости его изменить. Думаю, здесь понятно. Теперь смотрите, выходим отсюда. То есть вот у меня есть два макета. Давайте я их удалю. При удалении макета, естественно, если я обновлюсь, то у меня все вернется по умолчанию. Теперь, что касается создания своего собственного макета. Любого здесь элемента. Пускай это будет тоже карточка товара. Я нажимаю на карточку товара, нажимаю добавить. Здесь не надо никуда кликать. Единственное, что вы задаете заголовок. Состояние включено. То есть включаем, можно же исключать. Добавить условия и исключить где-то. А здесь я, допустим, включаю и пускаю все продукты. Но я не выбираю макеты, вообще не нажимаю на них, а нажимаю сразу создать. Тогда создастся пустая страница абсолютно. Мы видим, ничего нет. Пускай даже так. Вот я сохранюсь, просто вам показать. Вот карточка товара. Она уже действует. Видите? Я обновляю страницу и у меня пустая страница. То есть на любой товар сейчас перейду. Вообще на любой. Вот тут-то мы все видим. На другой товар зайду. И пустая страница. Потому что я уже ее назначил, эту пустую страницу. Но пока еще не наполнил ее. То есть я могу крутить, вертеть здесь виджетами, расположением, дизайном. Как мне угодно. То есть если вы хотите действовать таким путем, тогда вы создаете вот такой пустой макет. Создаете там колонки. Сколько вам надо, как вам надо. Где что будет размещаться. Картинка может быть справа, а не слева. И у нас от темы Woodward есть. Вы увидите, они помечены. Такие три вкладки X-Themes. Здесь элементы, WooCommerce и простой продукт. Вот за счет, благодаря вот этих трех вкладок, где есть ряд виджетов, мы можем вот так вот кастомизировать очень гибко свои страницы нашего магазина. Здесь просто нужно будет ознакомиться. Раскрываем простой продукт. Это как раз то, что нам для продукта будет и нужно. И смотрите, просто читайте заголовок. Статус товара на складе. То есть по идее вы просто перетаскиваете виджеты и формируете страницу одиночного товара. Например, вот я галерею продуктов перетащил. И у меня тут же подставляется картинка, которую я могу тоже там как-то настроить. Какие-то настройки здесь есть. Дальше, допустим, цена продукта. Вот, сразу видите, цена здесь будет показана. И избранное, добавить в корзину. Вот все, что у нас было с вами в карточке, вы это все можете просто подвигать местами в разных местах. Как-то по-дизайнерски где-то рамку добавить, где-то там что-то шрифт увеличить, еще что-то. Все это можно своими руками кастомизировать. Вот даже вот это я добавил, да, картинку и цену. Пока ничего больше нет. Вот сохраняюсь. У нас была пустая страница. В любой товар заходите и смотрите. Цена автоматом к этому товару. Заголовка еще даже нет. Но картинка вот уже выводится. Вот, также в лайтбоксе она открывается. Вывел только два элемента, да. Ну а вот они уже выводятся. Просто сейчас более так вот наглядно я показываю. Вот сюда, допустим, зайдем. Вот видите, вот выводится, тут галерея есть, и поэтому здесь галерея есть. Вот. Все, выводится. Цена. Вы поняли, да? И так кастомизируйте любой элемент. Страницу чекаута тоже. То есть получается все, что есть на страницах оформления заказа. Если сейчас в макеты зайдем. Это кастомизируется не только карточка. И архив кастомизируется абсолютно так же, как я показал сейчас. Заказ. Оформить заказ. Просто здесь я показывал на готовых макетах. Но там тоже можно собрать все по деталям, как мозаику. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.